Петр Васильевич Басин Яркий представитель академической живописи первой половины XIX века. Крупным достижением его творчества стали росписи Исаакиевского собора в Петербурге. Темой станковой живописи являлись сюжеты из древнегреческой мифологии, популярной в России того времени. Обращение к античной истории должно было иметь нравоучительный смысл, отвечающий поставленный еще в эпоху просвещения задачам искусства. Картина «Фауан Марси учит юношу Олимпии Грена Свирели» призвана рассказать о вреде гордости и тщеславия. Мифологическая легенда гласит, когда Афина, богиня войны и мудрости, узнала о любовной связи между Пассиэтоном, морской девой и медузой, она превратила последнюю в чудовище скопной змей на голове. Не остались без наказания сестры медузы. Испытать гнев богине пришлось Сфену и Эвериале. Но простого наказания было мало Афине. И тогда она приказала Персею принести голову ментузы Гаргоны. Смерть сестры стала трагедией для Эвериалы и Сфену. Их стоны услышала Афина и решила изготовить музыкальный инструмент, который бы повторил горестный плач сестер. Для этого она взяла оленю кость и сделала двойной овоз и флейту. С ним она отправилась на пир богов, где сыграла собравшимся трагедию. Перестав играть, Афина услышала смех Киры и Афродиты. Это вызвало недоумение богине. Она не могла понять причин их поведения. Гуляя возле ручья с олосом в руках, Афина обратила внимание на свое отражение во время игры. Ее щеки раздувались, придавая лицу некрасивый вид. В гневе она бросила флейту и прокляла каждого, кто коснется ее. Проклятие богини не испугался пастух Марси. Он нашел флейту и стал исполнять на ней трагические мелодии, заставляя восхищаться своей игрой окружающим. Всеобщее ликование привело к тому, что Марси превратился в гордого, хвастливого юнца. Его самолюбие перешло все границы, когда он вызвал на состязание самого Аполлона. Бог света принял вызов и заиграл на золотистой кефаре. Денные звуки наполнили пространство вокруг. Затем право игры перешло к Марси. Его музыка была не хуже. Но победа все же была присуждена золотоголосому богу. После состязания Аполлон приказал повесить дерзкого пастуха за руки, чтобы он больше никогда не смог играть на флейте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok